В продолжении нашей прошлой темы... На прошлой теме возник вопрос, зачем растениям токсичные вещества, которые их могут сами отравить. Да, как раз вот в ответ на заданный вопрос и в продолжении этой интересной тематики, Маша народила нам очень интересную презентацию, очень интересное сообщение, разворачивающее этот захватывающий сюжет. Итак, Машенька, давайте, вступление от вас. У растений есть такие вещества, как цианогенные гликозиты. То есть, судя по названию, понятно, что они имеют какую-то природу... Они имеют какую-то природу с сахарами, с несахарными структурами. Да, и способны производить цианиды. Вот теперь вот. Здесь, в качестве общей информации, да, я предлагаю вам вспомнить, что такое вообще циановодород, откуда он берется и почему он входит в состав токсинов. Ну, что такое синильная кислота, я думаю, что все знают. Хотя бы краем уха кто-нибудь о ней слышал. Огромное количество в литературе примеров использования цианистого калия, цианистого натрия. Как правило, примеры эти все приведены... Ну, не все, но многие из них приведены некорректно. Но это скорее стало таким уже мемом, чем чем-то реальным. Хотя о практическом использовании этого мы тоже два слова скажем. Значит, вот на что похожа формула синильной кислоты. Как мы видим, углерод соединяется тройной связью с азотом. И образуется одна достаточно лобильная связь с водородом, по которой и проходит диссоциация. Что и определяет свойства циановодорода как кислоты. Вот по такой схеме проходит диссоциация. Ну, очевидно, что соли циановодорода образуются щелочными и щелочноземельными металлами. Хотя и не только. И соли циановодорода называются цианидами. Поскольку синильная кислота является слабой кислотой, то в растворах она диссоциирует. И ее соли подвергаются гидролизу. С образованием недиссоциированной формы кислоты, которая является, кроме всего прочего, летучим соединением. Поэтому работа с цианидами достаточно опасна. Поскольку выделяется летучее, очень высокотоксическое вещество. И маленькая историческая справка. Впервые синильная кислота и ее соли были получены прокаливанием кровяных солей. Красных и желтых. Причем, что интересно, откуда вообще взялось название кровяные соли? Помните, мы с вами делали качественные реакции на железо? Название кровяные соли получилось по способу их первичного получения. Еще в 18 веке. Когда брались отходы с боем, содержащие кровь. И нещадно прокаливались. Прокаливались, прокаливались, прокаливались. Пока не получался растворимый некий остаток. Нелетучий. Который, собственно говоря, и содержал гексоцианофераты. Красную и желтую кровяные соли. И если их прокаливать при более высокой температуре, то они будут отщеплять от себя цианидную часть с образованием либо солей цианидов, либо летучей синильной кислоты. Это химическое вступление. А, собственно говоря, почему же соли синильной кислоты и сама синильная кислота являются токсичными. Здесь мы обратимся к естественно химических свойств, как у любого вещества, у нее множество. Но мы выделим среди них два ключевых. Одно из них – это присоединение цианогруппы по карбонильной группе и взаимодействие ее с альдегидами и кетонами. С образованием соединений, общее название для которых – циангидрины. Вот такое вот. Почему я выбрал это свойство как важное, я поясню немножечко позже. И другое важное свойство – это образование комплексов с различными металлами. И, что особенно важно, с железом – три. Образование – вот то, что называется гекса, циана, феррат. Гекса – это шесть. Вот их гекса, циан. Шесть цианы групп. Ну и феррат, потому что ионным комплексообразователям здесь выступает железо. Теперь, каким же образом действует все это дело на физиологические процессы? Почему, собственно говоря, цианиды являются ядом? Как мы с вами видели, даже из тех двух химических свойств, которые я выбрал как ключевые, очевидно предположить, что мишенью для действия цианидов в нормальной физиологической системе будет множество. Но есть ключевые точки, от которых зависит жизнедеятельность организма в целом. И это, в первую очередь, так называемый процесс окислительного фосфорилирования или в быту кислородное дыхание. В чем заключается кислородное дыхание? Это окисление различных субстратов. Ну, в первую очередь, центрального метаболического субстрата – это глюкозы до углекислого газа и воды. При этом потребляется кислород, как акцептор электронов. И в результате достаточно сложных биохимических процессов, в которых участвует огромное количество всяких ферментов, один из замыкающих эту цепочку отдельных биохимических эпизодов, является фермент, называемый цитохромом С. Здесь вот внизу приведена реакция, в которую участвует этот самый фермент. В составе активного центра фермента находятся ионы железа, которые меняют свою степень окисления с плюс 2 до плюс 3. Ну, на самом деле, даже до плюс 4, но это неустойчивое промежуточное состояние. Поэтому будем считать, что от железа 2 до железа 3. И, как мы с вами заметили, одно из ключевых химических свойств цианидов является образование устойчивых, крайне устойчивых комплексов с железом 3. И несложно предположить, что ион железа 3, находящийся в составе фермента, который отвечает за кислородное дыхание, обусловливает то, что этот фермент становится мишенью действия цианидов. Цианиды связываются с ионом железа 3 в составе цитохрома и стабилизируют его в этом состоянии. Оно больше не может восстанавливаться до железа плюс 2. То есть фермент полностью выключается из цепочки кислородного дыхания. Кислородное дыхание прерывается. Ну и дальше уже покойся с миром, дорогой товарищ. Причем можно было бы заметить, что железо, как вы считаете, где еще, ну, наверное, если брать в количественном отношении, железо используется наиболее часто в нашем с вами организме. Есть мысли? Что, например, кто-то сказал? Гемоглобин? Да, конечно, гемоглобин. Но каким образом вообще при исследовании физиологического действия цианидов пришли вот к этой схеме, которая здесь обозначена? Одним из внешних проявлений действия цианида на несчастную жертву было то, что его венозная кровь была ярко-алой. То есть имела тот же цвет, что и артериальная кровь. Из этого был сделан вывод, что кислород, который связывается с гемоглобином, в тканях почему-то не усваивается. И венозная кровь, ну, как вы все хорошо помните, да, это та кровь, которая прошла уже по большому кругу кровообращения и находится на пути из дальней точки своего пребывания обратно в сердце, чтобы затем поступить в легкие, насытиться кислородом и замкнуть этот самый цикл. Так вот, та кровь, которая возвращается из тканей, она на себе несет кислород, который, по идее, должна была бы отдать в тканях. То есть было высказано предположение, что кислород, связанный с гемоглобином, в ткани не отдается. Почему, спрашивается, да. И вот как раз и была предложена вот такая вот модель, что ткани просто не принимают, не потребляют этот самый кислород. Почему? А потому что цианиды связываются с железом 3, вот с этим вот самым, и гораздо слабее связываются с железом 2. А гемоглобин содержит железо в степени окисления плюс 2. То есть при конкуренции за цианид побеждает то железо, которое находится в тканях, а не то, которое находится в эритроцитах. Вот такое небольшое наблюдение. Так, ну и очевидно, что ядовитые свойства цианидов достаточно активно использовались. В качестве боевого отравляющего вещества его, естественно, пытались использовать во время Первой мировой войны, но в связи с тем, что цианиды легко гидролизуются, а синильная кислота является легко летучим соединением, то хранить и транспортировать его было достаточно затруднительно. Но ко Второй мировой войне ушлые немецкие химики придумали другой вариант. Каким образом сохранить синильную кислоту? Не в баллонах, а в виде удобном для использования. Они насыщали сорбенты синильной кислотой, например, кизельгур или гипс, из которой потом при небольшом нагревании он легко испарялся. И вот, например, циклон В, то, что использовали в лагерях смерти, это как раз и есть циановодород, которым был насыщен какой-то сорбент, ну, например, гипс. Вот такое вот печальное использование очень интересного и хорошего соединения. Теперь, каким же образом это связано с растительными токсинами? Известны случаи из истории, их достаточно много, когда, съев несколько абрикосовых или вишневых косточек, человек падал замертво. В чем тут дело? Перед нами формула вещества амигдалин, которая содержится как раз в косточках вот этих самых вкусных плодов. И под действием ферментов, нормальных физиологических ферментов, которые находятся и в самих растениях, и в системе переваривания пищи нашей с вами, вот под действием этих ферментов в результате достаточно сложной цепочки событий образуются различные соединения, среди которых синильная кислота, которая и проявляет это фатальное токсическое действие. Так, теперь слово Машеньке. Ну, вот вы видите общую формулу. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваня. Извиняюсь за нервничку. Ничего страшного. Маша, пожалуйста. Вот вы видите общую формулу цианогенных гликозидов. Он состоит из сахарного фрагмента и несахарного. У несахарного фрагмента есть азот. Ну, собственно говоря, цианогруппа, вот она здесь и изображена. Цианогеногликозиды группы А содержат у себя метильные группы. Они содержатся в альне, ледвенце, миниокисхидодном и радиоле. Под действием бета-гликозидаса гликозид распадается на углевод, синильную кислоту и ацетон. Вот как раз то, что мы видим, что происходило с амигдалином. Вот весь алкалоид в полном виде распадается на некий углевод. Ну, формула соответствует, например, той же самой гликозе. Циановодород и ацетон. Это происходит только при жевании. Только при жевании. То есть, если не пережевывать, то тогда вреда не будет. Я правильно понимаю? Если косточки не разжевывать и не ломать стенку клеточную, то ничего не будет. Ну, вот тут, если честно, небольшие сомнения такие есть. Потому что при попадании в кислую среду желудка явно должна происходить вот здесь гидролиз эфирных связей и циангидрин распадаться с образованием циановодорода. Поэтому, ну, если не жевать, наверное, будет легче, но не принципиально. И причем я прошу обратить внимание на то, что этот самый токсин содержится в маниоке. А это одна из основных сельскохозяйственных культур экваториального и тропического пояса. Гликозиды группы В содержат у себя пентозу. Эти гликозиды содержатся в фосифлоре. Пентоза, ну, прошу учесть, да, что такое пентоза. Глюкоза – это гексоза, да, цикл из шести атомов пентоза – это фруктоза, цикл из пяти атомов. А пассифлора – это под названием пассифлора, она известна скорее как декоративное цветковое растение. А как кулинарное его название – маракуйя. И вот здесь как раз на картинке плод маракуйи присутствует. То есть мы рассмотрели одну группу цианогенных гликозидов, там есть съедобные растения. Мы рассмотрели вторую группу цианогенных гликозидов, которые содержатся, опять же, в съедобных растениях. Давайте пойдем дальше. Группа С содержит у себя бензольное кольцо. Эта группа содержится в пассивном горошке, не в пищевом, в пассивном. В черомухе и в бузине. Ну вот смотрите, и опять все то же самое. Одна из основных пищевых культур, не могу сказать, что основная, конечно, но горох, особенно в северных странах, традиционно в скандинавских странах, еще до прихода картофеля из Нового Света, горох был одной из основных культур. И, пожалуйста, и они же тоже производят синильную кислоту. Вот примерно по той же самой химической схеме. Мне кажется, это очень интересно и отражает вообще противоречивость нашего мира. То есть с одной стороны яд, а с другой стороны основной продукт питания. Группа С содержит у себя бензольное кольцо, на котором находится... Группа Д, извините. Содержит у себя бензольное кольцо, на котором находится радикал. Да, радикал, причем напоминает нам азотистые основания, которые входят в состав ДНК. Да. И содержится эта группа в Акалифе перуанской. Ну вот про это растение, если честно, ничего не знаю. Теаногенные гликозиды находятся в растениях и защищают их от травоядных животных. А можешь, пожалуйста, на секунду чуть-чуть назад? Да, пожалуйста. Вот так назад или еще? Не, вот так вот. Мне просто интересно, а есть вот, Мария, какая-нибудь интересная информация? Может быть, вот эти вот листики, например, меня привлекли, они просто чем-то напоминают ловушки венериной, мухоловки, может быть, они тоже какие-то на секунду, например, питаются? Если честно... Мне мало что известно, поэтому информацию дать не могу. Судя по картинкам, которые здесь переведены, это растение либо древесное, либо кустарниковое, а вот на правой картинке это соцветия и оставшиеся чашелистики. То есть лепестки уже отсохли, отвалились, и там находятся завязи внутри. То есть это околоплодник, это не листья. Хорошо. Ну, я так предполагаю. Так, переходим дальше. Цианогенные глигозиты находятся в растениях и защищают их от травоядных животных, это мы сказали. Еще они являются основным источником азота и участвуют в синтезе аминокислот. Также они помогают насекомым выживать и обеспечивают пассивный иммунитет растений. Вот как раз по поводу пассивного иммунитета мы с вами говорили достаточно много. То есть, с одной стороны, пассивный иммунитет, это имеется в виду иммунитет против злостных интрудеров из микромира, против бактерий, против грибков. И явно, что капсулы, которые будут содержать такие глигозиты, должны находиться близко к покровам растений. С другой стороны, рассредоточение капсул, содержащих такие глигозиты, по всем тканям растений, его будут защищать от крупных травоядных животных. Ну, поскольку растение убежать не может от коровы, оно защищается вот таким вот образом. И, глядя вокруг, особенно сейчас, когда все зазеленело, видно, что такая стратегия достаточно эффективна. С другой стороны, да, вот, к сожалению, пока нам как-то к этому делу не приблизится, но просто ответ на этот вопрос не лежит на поверхности. Каким же образом они травятся сами? И я думаю, что здесь мы можем с достаточной степенью вероятности предположить, что эти гликозиды не болтаются по всем физиологическим жидкостям растений и находятся далеко не во всех клетках и тканях. А можно? Да, конечно, нужно. Гликозидаза и гликозин находятся порознь друг от друга. Еще раз. Гликозидаза и гликозин находятся порознь друг от друга. Они разделены. О! Это великолепный комментарий. То есть, на основании этого, что мы можем сказать? Сами по себе цианогенные гликозиды не являются ядом. Ядом являются продукты их распада, которые дают нам синильную кислоту. Но если мы предотвратим этот распад, то есть, изолируем ферменты, которые разлагают гликозиды, то тогда само растение не будет страдать от собственного яда. как только гликозиды вступят в контакт с ферментами, которые будут способны их гидролизовать, которые находятся, например, в слюне, в том числе и растительно-ядных животных, то тут же у них прямо во рту будет образовываться токсическая синильная кислота. По-моему, великолепная стратегия защиты. А это общая схема метаболизма цианогенных гликозидов. Достаточно сложная схема, в которую включена масса различных биохимических путей, но я хочу обратить ваше внимание, насколько все в жизни завязано друг на друга. Пожалуйста, посмотрите вниз этой самой схемы и здесь мы можем увидеть знакомые названия. Например, кадаверин и, например, путресцин. То есть трупные яды, о которых мы с вами говорили в презентации Саши по трупным ядам. Видите, как все оно находится близко друг от друга. То есть с одной стороны трупные яды являются токсинами и даже смертельно опасными. С другой стороны эти же самые трупные яды стоят на перекрестке метаболизма различных аминокислот, глутаминовой кислоты, аргентина, аргинина, лизина. с другой стороны, через них же проходит синтез различных цианогенных алкалоидов и все эти процессы завязаны друг на друга. Кстати говоря, вот в этой же схеме цитохромоксидаза, о котором мы и говорили с вами вначале. Один из основных ферментов, обеспечивающих кислородное дыхание и метаболизм дышащих кислородом организма в целом. Так, Машенька, это, наверное, последний слайд, да, у нас? Да. Так, есть ли какие-либо вопросы у кого-нибудь добавления? Так, никто ничего спросить или добавить не хочет? Я правильно понимаю? Да, мне, по крайней мере, все понятно. Ну, очень хорошо. Так, тогда, Маша, огромное спасибо за очень интересную презентацию. Видео выложу и видеозанятия, кстати говоря, тоже, наконец, я его смонтировал, выложу. Прошу всех над этим немножечко еще на досуге подумать, да, в разрезе взаимодействия цианид-ионов с железом, с железом-2, с железом-3, с кровяными с кровяными солями, это нам еще пригодится и очень хорошо, потому что очень показательная реакция в дальнейшем для понимания того, что такое комплексные соединения, что такое донорно-акцентрные связи, что такое окисление восстановлением, ну и химии вообще. и так, всем огромное спасибо, всего хорошего, до скорых встреч в эфире и живем. счастливо